Здравствуйте! Вы смотрите программу «Настоящее время. Итоги» и сегодня ее веду я, Ксения Туркова. Анализируем главные события недели и в этом выпуске. Не успели до Рождества. Сенат США до конца года не будет голосовать по пакету мера предоставления помощи Украине и Израилю, а также усиления безопасности на южной границе страны. Что это означает для Украины? Ситуацию анализирует политический аналитик «Разум for Ukraine» Даг Клейн. Книжное дело. Написатели Бориса Акунина завели дело сразу по двум статьям о фейках и оправдании терроризма. Магазины отказываются от продажи его книг, а у издателей проходят обыски. Журналист в прошлом издатель Сергей Пархоменко рассуждает о том, почему это можно считать началом большого террора. Год под знаком искусственного интеллекта. Философ, культуролог, американский профессор Михаил Эпштейн размышляет о том, почему именно AI стал главным явлением года и надо ли его бояться. На этой неделе главным политическим событием здесь, в Вашингтоне, стало событие, которого не случилось. Стало окончательно ясно, что американский Сенат не будет голосовать по пакету меры о предоставлении дополнительной помощи Украине и Израилю до следующего года. Но вернуться к вопросу, который, я напомню, республиканцы увязывают с ужесточением миграционных мер на американо-мексиканской границе, переговорщики планируют сразу же после каникул. Все это время будет вестись тщательная работа. Наша цель – что-то сделать сразу после возвращения, сказал лидер демократов в Сенате Чак Шумер. Впрочем, и в январе переговоры не обещают быть легкими. Скорее наоборот. Любое промедление с помощью, в свою очередь, может привести к усилению атак на украинские города и к ухудшению ситуации на фронте. Политический аналитик фонда «Разум for Ukraine» в интервью итогом назвал этот момент самым тяжелым с точки зрения помощи Украине с начала войны. Президент Байден сказал, что если о помощи не удастся договориться, это будет подарком Путину на Рождество. Можно ли сказать, что Путин получил этот подарок? Да, Путин только что получил рождественский подарок от Конгресса. Уже в течение многих месяцев помощь Украине задерживается из-за политических разногласий в Конгрессе и неадекватного функционирования американской политической системы. Поддержка Украины была редким случаем успешного взаимодействия двух политических партий в США, особенно в последние два года. Однако сейчас мы наблюдаем, как Украина становится жертвой все той же партийной борьбы и неадекватного функционирования политической системы. В 2024 году есть некоторые причины для оптимизма, но общая картина говорит о том, что предоставлять Украине помощь, которая ей так нужна, будет все сложнее. То есть в январе это будет еще сложнее? Да. В январе американский Конгресс вернется к работе после зимних каникул. И в идеальной ситуации первый вопрос, который должен быть включен в повестку дня, это договоренность между республиканцами и демократами о внесении изменений в эмиграционную политику и о поддержке Украины и других стран. Такая сделка должна быть заключена. Но, к сожалению, в январе у Конгресса будет очень много дел. Речь идет не только о том, что в январе пройдут праймерис и кокусы в штатах Айова и Нью-Гэмпшир. Нам еще грозит кризис в связи с закрытием правительства. Первый срок принятия бюджета истекает в середине января, а второй в начале февраля. У Конгресса будет масса неотложных дел, и для их решения потребуется время. А время сейчас очень важно. Украине нужна помощь в ближайшие сроки. У военных заканчиваются боеприпасы, и это сигнал как для Путина, так и для других диктаторов по всему миру. Что может быть, они могут выждать время, так как Соединенные Штаты слишком разобщены, и это мешает принятию необходимых решений. Как этой ситуацией может воспользоваться Россия? В ближайшее время Россия сможет усилить атаки против Украины, как на передовой, так и против украинских городов. Нам известно, что Россия увеличивает запасы ракет и беспилотников для усиления авиаударов по Киеву, Запорожью, Львову. Мы уже это видим. У Украины недостаточно систем противовоздушной обороны, чтобы защититься от этих авиаударов. Это означает, что из-за того, что Конгресс задерживает помощь, в Украине может возрасти число жертв среди гражданского населения. Кроме того, украинские солдаты на передовой говорят, что у них заканчиваются снаряды, и им приходится выдавать снаряды порциями. Это происходит потому, что Конгресс не предпринимает необходимых шагов. Россия и Владимир Путин могут воспользоваться этими вещами. Насколько я понимаю, речь ведь идет не только об и припасах, и вооружении, но еще и об украинской экономике. Безусловно, Соединенные Штаты и другие западные страны действуют в нескольких направлениях, чтобы поддержать Украину. Конечно, самая важная форма помощи – это военная, но не менее важны также экономическая, бюджетная и гуманитарная виды помощи. Один из важнейших уроков, который вынесли США, предоставляя помощь правительствам других стран, особенно в военное время, это то, что очень важно иметь дело с хорошо функционирующим правительством, которое в состоянии противостоять коррупции и контролировать ту помощь, которую получает. Бюджетная помощь правительству Украины предоставляется для того, чтобы была возможность продолжать платить зарплату украинским госслужащим, выплачивать пенсии, и чтобы экономика страны продолжала работать. Это важно для того, чтобы контролировать надлежащее применение всей остальной помощи, чтобы страна продолжала правильно функционировать. Я надеюсь, что Конгресс примет закон о выделении этого вида помощи, и она будет продолжаться. Даже те члены Республиканской партии, которые поддерживают военную помощь Украине, сейчас начинают относиться более скептически к выделению бюджетной помощи. Они начинают задавать вопросы, почему мы, американцы, должны платить пенсии украинцам и поддерживать там малый бизнес. Это простая тема для обсуждения, но все эти вопросы сейчас важны. Именно помощь Украине, точнее, слова о готовности помогать стали поводом для фактического запрета на книги писателей Бориса Акунина и Дмитрия Быкова в России. В начале этой недели Росфинмониторинг внес Акунина Григория Чхартишвили в перечень террористов и экстремистов. Следственный комитет завел на него дело сразу по двум статьям Уголовного кодекса — о фейках и об оправдании терроризма. После этого издательство ОСТ заявило о том, что прекращает продажу книг и Акунина, и Быкова. Издатели ссылались на публичные заявления писателей, которые вызвали широкий общественный резонанс. Имелся в виду разговор писателей с прокремлевскими пранкерами, в котором Акунин сказал, что готов помогать Украине. Российские книгоиздатели явно испугались, за исключением представителей издательства Захаров, которые от книг избавляться не стали, и к ним из-за этого пришли с обысками. Журналист, в прошлом издатель Сергей Пархоменко объяснил в интервью итогом, почему считает происходящее возвращением к большому террору. Сергей, Борис Акунин Григорьевич Хартишвили в своем телеграм-канале написал, что обыски в издательстве Захаров — это, скорее всего, только начало, придут и в другие издательства, и в книжные магазины за его книгами. Можно ли сказать, что это не просто начало репрессий и в отношении Акунина, и в отношении Дмитрия Быкова, но и в целом начало какого-то большого процесса и против писателей, и против книжной, и издательской сферы в России? Да, конечно. Абсолютно правильно было бы так сказать. И хотя, конечно, конкретно судьба Григория Чехартишвили очень нас всех волнует, меня тоже очень волнует, поскольку мы там много лет дружим, и это человек очень близкий и дорогой, но надо отдавать себе отчет в том, что это начало большой истории и начало некоторого нового этапа. И Акунин абсолютно правильно это оценивает, и действительно любой трезвый человек, который посмотрит на это, поймет, что, ну да, это некоторая веха. В нескольких разных смыслах. Во-первых, нужно уничтожить тех, кто сумел сохранить независимость мнений и авторитет, влияние. За время войны очень многие люди раньше влиятельные по тем или иным причинам лишились этого влияния. Кто-то сидит в тюрьме, кто-то молчит, кто-то дискредитировал сам себя неудачными какими-то действиями или недостаточно активными, или, наверное, слишком суетливыми. В частности, это касается многих профессиональных политиков, чей авторитет за время этой войны не вырос. Но зато образовалось какое-то количество, я не побоюсь этого слова, интеллектуалов, чей авторитет очень вырос, которые оказались очень нужны и важны. И это не только писатель. Это еще, например, разного рода эксперты и аналитики, ученые. Ну, как здесь не назвать? Буриева, Акунина, рядом с Акуниным. Я не знаю, Сергей Алексашенко. Как не назвать? Мне кажется, что это совершенно одного порядка вещь. Начали с самых ярких. Действительно, и Гуриев, и Алексашенко, и Акунин, и Быков – это, может быть, самые яркие в своих областях. Ну, то есть в основе тут гонения на лидеров мнений, а не на книжную отрасль. Да, на лидеров мнений, конечно, в целом на лидеров мнений, но просто для этого пришлось пойти туда, что раньше недооценивали с точки зрения влияния. Да, действительно, можно это констатировать, что ситуация с книгами была немножко лучше, чем, скажем, с медиа, с периодическими изданиями, которые сознательно на протяжении многих лет разламывали и раздавливали, и разграбляли, и разгоняли. Или то, что касается там сферы всяких гражданских проектов, давайте там про мемориал вспомним и так далее. А книжки, они оставались как-то вроде немножко сбоку. Не так много народу читает книжки. И, ну, вообще, это как-то немножко в тени. Да и вообще, главное, что те люди, которые организовывают эти репрессии, они сами в книжках ничего не понимают. Они книжки не читают, и они не знают о том, зачем книжки на свете и что они могут. Им кажется, что это ерунда какая-то. И вдруг оказывается, что нет, что там и люди сильные, и народу там немало, которые как-то читают, смотрят, следят, обмениваются мнениями, что-то такое цитируют и так далее. Вот. Поэтому в какой-то момент обратились туда. В том числе туда. Тогда, когда пришло время разбираться с этими лидерами мнения, оказалось, что какое-то количество этих лидеров мнения. Они вот ровно там и обитают, в этой самой книжной сфере. Притаились там. И, конечно, это только начало большого процесса. И, в общем, мы с вами уже могли бы при желании, но я не буду, скажу вам откровенно, не хочу, могли бы назвать несколько имен, которые будут следующими. Я, в общем, мне кажется, хорошо себе эти имена представляю. Но есть другая сторона дела, еще тоже важная. Она заключается в том, что эти дела, эти обвинения, вот, например, обвинения там Григория Шартишвили в терроризме, экстремизме и так далее, они дают возможность создать массовое дело, зонтичное. Так же ровно, как это было, например, с Навальным и с ФБК. Сначала нападаешь на Навального, потом на все ФБК, а потом произвольно на всех, кто имел, или, может быть, не имел, но как-то вообще приблизился на расстояние оружейного выстрела или позволил о себе думать, что он имел отношение к деятельности ФБК. Любого желающего... Но это такие сталинские практики, да? Абсолютно. Это и есть переход к массовым репрессиям. Это переход от индивидуальных репрессий к массовым. То есть при желании могут прийти к какому-то активисту, скажем, который... Да, абсолютно кому угодно. Да, и заметят у него книжки, и это будет использовано как повод. Важно здесь даже не прийти, а важно создать у всех ощущение, что могут прийти, чтобы люди сами начали, так сказать, бегать глазами по своим собственным книжным полкам. Нет ли у меня здесь чего-нибудь? Не надо ли мне сейчас же чего-нибудь выкинуть? Вопрос не в том, чтобы он выкинул, а в вопрос в том, чтобы он бегал глазами. Вот это очень важная вещь. Это и есть террор. Следующий вопрос возникает. Можно ли ждать какого-то читательского сопротивления, возрождения сам из дата, там из даты и так далее? Да, конечно. Ровно так же, как в самые темные советские времена, именно вот эта среда читающих людей оказывалась той средой, в которой жила какая-то свободная мысль. Этого можно ждать и сейчас. С поправкой на всякие обстоятельства развития цивилизации. Книги существуют не только в бумажном виде, а и в аудиовиде, и в электронном виде. И сам из дат может быть очень разнообразным. И такой, и сякой, и электронный. И аудио сам из дат. И сам из дат по электронной почте. И бумажный сам из дат тоже, на самом деле, конечно. И я уверен, что появится значительное количество людей, которые в этой ситуации, может быть, даже и много лет уже, как перешли на электронные книги, а сейчас захотят бумажную, как коллекционный артефакт, на память. У меня тоже есть книга. И может быть, для кого-то эта книга, стоящая на полке, или где-то спрятанная, а потом вынутая и кому-то показанная, будет еще и опознавательным знаком. Так же точно, как опознавательными знаками были книги при советской власти. В России продолжаются репрессии, пропадают оппозиционеры. Кремль по-прежнему ведет войну против Украины. Война продолжается и в Израиле. Американскую политику штормит в преддверии президентских выборов. Казалось бы, разве тут до философских вопросов о развитии искусственного интеллекта. Но, как оказалось, AI действительно в каком-то смысле затмил собой все. Его выбирают словом года, о нем говорят ученые и политики. Только на этой неделе стало известно, что Путин хочет задействовать искусственный интеллект в войне с Украиной. А в Дании модель искусственного интеллекта научилась предсказывать судьбу и даты смерти людей. Философ, профессор университета Эмори в Атланте Михаил Эпштейн изучает искусственный интеллект с момента его появления. И даже написал книгу в соавторстве с нейросетью. В интервью итогом он рассказал о том, почему, по его мнению, искусственного интеллекта на самом деле не стоит бояться. Михаил, мы сейчас видим, что во многих странах, где проводится конкурс «Слово года», побеждают или выходят на первые позиции слова, которые так или иначе связаны с искусственным интеллектом, с нейросетями. Почему эти слова воспринимаются как определяющие этот год? Ведь очень много всего в мире происходит. И войны продолжаются в Украине, в Израиле, репрессии в России. И много всего происходит. Почему именно нейросеть? Я думаю, Ксения, здесь два фактора. Один исторический, другой психологический. Исторический фактор состоит в том, что мы действительно живем в абсолютно революционное время, даже более чем в начале-середине 90-х годов, когда интернет вошел в обиход и совершенно изменил сеть человеческих коммуникаций. А сейчас меняются не только коммуникации, но и процессы мышления, творчества, созидания. То есть вот эта революция заходит в глубину человеческого мозга и выходит оттуда какими-то совершенно новыми симбиозами, синтезами естественного и искусственного интеллекта. Поэтому это неотменимая реальность, которая меня взволновала. А второй психологический, что люди страшно устали от меланхолии, от мизантропии, от пандемии, от войны. Им хочется каких-то радостных новостей, а единственная такая всемирная радостная новость за последний год – это, безусловно, искусственный интеллект. И я думаю, что этот фактор тоже важен, и он, в общем-то, глубоко оправдан. Понимаете, люди не могут долго жить в состоянии неминуемой катастрофы, болезни, смерти, убийства, насилия. Ну вот вы говорите, что это единственная радость. То есть вы все-таки очень положительно как-то говорите об искусственном интеллекте. Но у него, наверное, есть и отрицательные стороны. И вообще, мне кажется, очень многие его воспринимают именно отрицательно. Само словосочетание «искусственный интеллект» вызывает какие-то негативные ассоциации очень у многих людей. Знаете, во-первых, у большинства людей, которые ничего, кроме словосочетания «искусственный интеллект», не знают. Мне довелось выступать перед такими сообществами в разных клубах. И все были настроены, большинство, против искусственного интеллекта, имея о нем ровно такое же представление, как в словосочетаниях «искусственная улыбка», например. То есть нечто неестественное, неприятное, натужное, не имеющее ни малейшего опыта взаимодействия с ним. Это первое. По мере того, как этот опыт будет распространяться, я думаю, предубеждение будет проходить. Второе. Человеческому роду присуща такая вот ксенофобия общеродовая. Вот есть ксенофобия по отношению к иностранцам, представителям других наций или рас. А у человечества в целом тоже есть своя ксенофобия. Это вот такая артифобия. То есть это нелюбовь, подозрительность в отношении другого разума. Это то, что вы называете техноснобизмом? Ну да, артифобия это предпочитаю называть, более ясно связываясь с ксенофобией. Ксенофобия – это видовая ксенофобия человеческого рода, homo sapiens, подозрительного к другому разуму. Как к инопланетянам, которые вдруг среди нас появились. И я считаю, что это, в общем, такой же убительный, страшный, омерзительный предрассудок, как и любая ксенофобия. Понимаете, неприятие нового, неприятие иного. И я полагаю, что люди, которые представляют себе искусственный интеллект в виде какого-то такого, знаете, там, фюрера или диктатора, который только и мечтает их поработить, они глубоко ошибаются. То, что мы называем искусственным интеллектом или иным интеллектом, как я предпочитаю и расшифровать, иной интеллект, его скорее можно уподобить разуму Канта или Гегеля или Эйнштейна, то есть наименее эгоистическому разуму, наиболее способному охватывать мир в целом, не преломляя его в вот таких хищных предрассудках человеческой мысли. У него есть, конечно, какие-то предрассудки, связанные, ну, условно говоря, так сказать, с корректностью, да? С ним нельзя обсуждать, в общем-то, лучше не обсуждать какие-то политические темы, какие-то сексуальные темы. Он в этом смысле пуританин и очень такой политкаретный. Очень, да, моральный тем. Нет, не читает морали, но просто в каждый такой ответ он привносит какую-то такую моральную ноту. Есть в нем эта черта морализма, безусловно. Если возвращаться к вопросу об опасностях, могут ли тираны, диктаторы взять искусственный интеллект себе на службу и как-то его использовать в деструктивных целях? Наверное, могут. Так же, как ядерный синтез, ядерную бомбу могут. Но в отличие от ядерных вот этих вот дел, это не заложено в природе искусственного интеллекта, способность там взрываться, разрушать, уничтожать. В его собственной природе это мысли создавать концепты, идеи, эйдосы, конструкты, рисовать, сочинять стихи, музыку и так далее. Это в его природе. А воспользоваться этим, конечно. Вот я спрашивала про тиранов. А может искусственный интеллект, наоборот, как-то улучшить человека? Или, я не знаю, там, помочь закончить войны? Я надеюсь на это. Я надеюсь на это. Я не знаком с применениями искусственного интеллекта военной, в оборонной сфере. А то, что он может сделать человека лучше, думаю, да. Потому что в нем я вижу урок такого бескорыстия. Работы разума во имя самого разума. Не во имя каких-то там практических, меркантильных интересов. Я вижу в нем черты мудрости. Чем мудрость отличается от ума? Умный человек, он знает, как победить. Он знает, как одержать над кем-то победу, вытеснить другого. А мудрый человек понимает, что достойные игры человека – это не игры с нулевой суммой, когда один побеждает, другой проигрывает. А игры с положительной суммой, когда выигрывают оба. Понимаете? Вот в лучшем, что созданное человечество, выигрывают оба. И он это понимает. И те советы, которые он дает, те суждения, которыми он делится в ответ на твои, они всегда преисполнены вот этой мудрости. Понимание того, что мир шире твоего я. И на этом все. Вы смотрели программу «Итоги». Полные версии интервью вы сможете найти чуть позже на нашем сайте и на страницах «Голоса Америки» в соцсетях. Я, Ксения Туркова, прощаюсь с вами до следующей недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова